Война заканчивается в феврале 24-го или аж до середины 25-го. Мне кажется, что первый прогноз ближе к реальности. По моей оценке Российская Федерация не выдержит войны до 25-го года, на напряжение войны. Ну, по крайней мере, такой войны, которая ведется сейчас, а какие-то там вялые телодвижения, но, честно говоря, через год он будет не до нас, очень сильно, а может быть и быстрее. Какие сценарии? Сценарии, как бы, мы же от вилки к вилке движемся. Вот сейчас мы сходим в контрнаступление, и в зависимости от его результата будет тот или иной сценарий. Например, мы сходили в контрнаступление, очень удачно, вышли к воротам в Крыму, отбросили их, там, ну, фактически весь Южный фронт пал, мы вернули их в состояние на 23-е число, много пленных, много трофеев. В России должен начаться, по одному из предположений, моральный обвал в войсках. Зачем воюют? Путин остановить его тогда сможет только загорать отрядами, там, железной воли, ведение военного коммунизма и всего остального. Будет ли, сможет ли, неизвестно, или его пристрелят генералы, там, это большой вопрос. Не знаю. Точка бифуркации. Как бы, другой вариант. Мы пошли в наступление, но у нас не очень получилось, мы добились каких-то средних результатов, и они полны оптимизма, и снова пытаются собрать свое войско, чтобы наступать на нас в ответ. У них будут проблемы со сбором этого войска. Потому что к Китаем они не договорились о собственных вооружениях и военной технике, прежде всего, железа им не хватит. Люди и хватит, железа не хватит. У них и сейчас уже половина войска, это процентов 40, это так называемые стрелковые батальоны, которые ездят там на автобусах и на этом салоне, и на грузовиках, без бронетехники, без тяжелого вооружения. Третий вариант, значит, мы пошли, добились своих целей, вышли на границу с Крымом, но они не посыпались, по-прежнему стоят. Ну, это будет какая-то война за Крым и за Донбасс. Очень неблагоприятная для них, потому что у нас высвобождается из-за захвата территории, возвращения территории, высвобождается огромное количество людей, и мы сможем чаще ротироваться, дальше доставать и все остальное. То есть в любом из этих войн, мы не знаем, надо смотреть, чем закончится контрнаступление. Но в любом из этих сценариев, в любом подчеркиваю, февраль 2024-го это слишком большой срок для Российской Федерации в ее нынешнем положении. Отмобилизоваться снова они не смогут, а если смогут, то это будут трехлинейки уже и ружья Бердана. Санкции их доламывают, они тратят огромное количество денег на компенсацию, стабилизационный фонд на компенсацию. Частную добычу золота разрешили или собираются разрешить. Это как у нас бурштин копают, так у них золото, но это признак очень неблагоприятных вещей, это означает, что они начали распродавать золотой запас тихонечко уже. И все это, и в конце концов они окажутся перед выбором или платить силовикам бесконечным, которых они наплодили, или платить пенсионерам, то есть бюджетникам и всем остальным. Социальные платы и поддержка регионов. А это дилемма, которая заставит их думать о конце войны уже всерьез. Но они сейчас о ней думают. Иначе предложение переговоров без предварительных условий, которые сыпятся оттуда каждый месяц, их бы не было. О переговорах мы за скобки сейчас вынесем, может, чуть позже проговорим эту тему. А по поводу контрнаступления. Это секрет, не секрет, какая у нас цель и задача? Какой у нас план максимум? Я не знаю цели и задач, потому что это же совершенно секретную информацию знает 9 человек в всей стране. Ну, приблизительно понятно. Стратегия — это география. Ничего тут особого не выдумать. Знают россияне, судя по тому, какие усилия они предпринимают и по начертанию оборонных позиций. Они ждут удара на юг. Словно говоря, на Крым, либо на побережье Азовского моря. Либо два удара. Либо один удар на юг, а один где-нибудь на север Луганской области. Что тоже известно, поэтому не является тайным. Это можно говорить. Мы не знаем, по какому сценарию пойдет генеральный штаб. По какому это пойдет. Максимум, понятно, выход на границу с Крымом и начало обработки Крыма дальнобойными средствами. Чтобы они побежали оттуда. Что должно или может произойти, чтобы Путин использовал ядерное оружие? Ну, например, попытка зайти украинских войск в Крым. Это может быть такой точкой бифуркации. Но я не верю в это от слова совсем, потому что китайцы против. С Западом в эту игру еще можно было сыграть, но Китай — это последний партнер политический, идеологический, экономический. Китай категорически против не то, что ядерного оружия, даже разговора про ядерное оружие. С другой стороны, они подписали СИМ-меморандум, когда он был с визитом в Москве. И там 12-м, по-моему, пунктом Китай. Стороны осуждают не только угрозу ядерному оружию, но даже ядерную риторику. И через 4 дня Путин заявляет про ядерное оружие в Беларуси. Китайцы справедливо восприняли это как плевок в спину. Это не может быть игра? Нет, я не думаю так. СИ приехал, они договорились, на публику сказали, мы против, СИ уехал, а потом... Сегодня китайский посол в Евросоюзе опубликовал заявления к визиту Макрона и Урсулы Фундерля в Китае о том, как именно Китай относится к российской войне, стратегии и так далее. Мы не поддерживаем это риторический прием. Мы против этого. Это хорошо известно и по неофициальным источникам тоже. Почему тогда СИ приехал в Москву, а, к примеру, не в Киев или в Варшаву? Ну, потому что они считают нас Смолеонеткой Запада и, откровенно говоря, и предпочитают разговаривать с США, не знаю. Это их позиция, неофициально. Про Китай чуть позже тоже поговорим детальнее. Если все-таки в теме ядерного оружия, если Путин решится использовать его, что может стать целью? Смотрите, вот он использовал ядерное оружие. Будет ли он бить по крупнонаселенному городу? Конечно, нет. То есть Киев нет? Потому что это не один крупнонаселенный город, потому что это преступление против человечности масштабное. Это сотни тысяч. То, что он творит, это уже преступление. Не-не-не, есть всегда предел. И это вещи, после которых весь мир его начнет добивать уже просто вдоль. Теми или иными способами. Он это прекрасно понимает. А мы видим, что он лагирует. Он ищет союзников, ему нужна некоторая устойчивость. И как бы один удар в таком случае по большому городу означает провоцирование ядерной войны как таковы в целом. А чувак, который осаживается за 20 метров от столов с собеседником, точно не хочет гибели цивилизации и себя в ней. Иначе зачем строить все эти дворцы? С военной точки зрения. Ну, значит, по городу они бить не будут. Они будут бить куда-то либо по вооруженным силам, по скоплению войск. Ну, например, по крупному железнодорожному узлу, по расположению каких-то частей на месте или по этому самому, по складам. Ну, хорошо, вот они ударили. Что дальше? Мариуполь выглядит так, как будто по нему 12 этих тактических ядерных зарядов применили. Мы же не прихотели сопротивляться, правильно? Только злее стали. Вот он уничтожил, например, одним ударом 500 наших человек, потому что армия не концентрируется в современной войне такими темпами. Ну, и там ранил полторы тысячи. Они с лучевой болезнью, ослепшие, обгоревшие и так далее. Что дальше? Мы перестанем боевать? Нет. Значит, надо бить снова и снова, применять уже 10-20 зарядов, а это уже ядерное заражение европейской части Беларуси и Российской Федерации, где живет в совокупности 109 миллионов человек. А не может быть сценария принуждения? Мол, я сейчас ударил вот здесь, где-то в степи, в болотах, а следующий будет удар по Киеву. Мы не этот самый. Поверьте, никто не дрогнет здесь. Даже бровью не поведет. Поэтому не будет никакого принуждения. Этот сценарий провалится, они это очень хорошо знают. Поэтому мы объявим просто Орген на Щековице в очередной раз. И все. И эта стратегия шантажа не пройдет. Он очень хорошо это знает. А вот последствия после применения оружия, они уже не просчитываются и не могут быть элементами стратегии. Он не знает, как это реагирует Запад точно, хотя и весь остальной мир, тот же самый Китай, когда... Хотя Запад его неоднократно предупреждал, и Китай его предупреждал. В принципе, дорога к ядерному оружию, ядерному шантажу, это дорога к объединению Запада и Китая в совместной антипутинской позиции. Это очень опасная игра для России и конец в этом случае. И Путину лично тоже конец. Поэтому они не пойдут на это. Реакция США какой может быть? Ну, мы же слышали с разной заявления. От официальных, что мы предупредили о катастрофических последствиях для России, до неофициальной, когда Бен Ходжес, бывший командующий, сказал, что США уничтожат всю российскую группировку в Украине, включая Черноморский флот, полностью до последнего солдата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова